Тумсо Тебя Чингис показал, как против Ишкерии были муджайды. Кстати говоря, я в прошлом эфире просто забыл откомментировать еще один момент. Когда я отвечал на вопрос по поводу того, устраивали ли мятеж так называемые ваххабиты против Масхадова, и, а нет, там был вопрос такой, ваххабиты желали якобы, нет, даже так, Ахмад Кадыров призывал к оборонительному джихаду, сказал задающий вопрос, а ваххабиты хотели наступательный джихад и завоевать якобы там всю Россию и весь мир. Кадыров был сторонником джихада оборонительного, а ваххабиты, назовем их радикалы, чтобы ты понимал, о ком речь, Их идеи выходили за рамки чараи, типа там каферы, тут каферы, мы должны воевать, пока русские свиньи не примут ислам, они усиленно готовились к новой войне с Россией. И на это я сказал, что те люди, которых называли ваххабитами, они не делали подобных заявлений, что это его заявление нуждается в каком-то подтверждении, нужно это как-то фактами подтвердить. И я сказал, что не было подобного рода методички, какого-то меморандума принято, не было. При этом я оговорился, специально оговорился, зная, на что они сошлются, я сказал, если кто-то отдельный что-то заявил, это еще не значит, что это была позиция вообще в целом этого движения, которые тогда были в Урусмартане. И еще, кстати, один момент, надо понимать, что ты, может быть, приведешь какие-то слова каких-то отдельных лиц из этой общей группы, которых ты назвал радикалами и ваххабитами, и здесь я с тобой соглашусь, среди них были отморозки, преступники были явные, как и в той, среди них, так и среди других, они и там тоже были. Что, Ямадаевы были не преступниками, что ли? Они что, были лучше? Они были и там, и здесь, но это ведь в целом теперь не характеризует всю эту группу. Тоже нужно как-то справедливо к этому подходить. Я это специально оговорился, зная, что они стопроцентно предъявят высказывание этого Удугова. Но за счет того, что они такие одаренные, они все-таки предъявили нам именно высказывание Удугова. Удугов тогда во время вот этого рейда на Дагестан, он делает вот это известное свое высказывание, хотя уже весь мир знает, что он это высказывал. Глупо было полагать, что я этого не знаю, но они все равно на это сослали, что вот, мол, ваххабиты все-таки желали, значит, наступательного джихада. Удугов там говорит тем, кто перед тем, как отправиться на Дагестан, к тем, кто отправляется туда, он говорит, мол, впервые в истории мы первыми нападем на неверующих. В итоге Удугов сам, как мы знаем, не стал нападать и уехал в Турцию. Но сейчас не об этом. Дело в том, что если эти высказывания Удугова в целом характеризуют движение всех так называемых ваххабитов, и теперь это значит, что это высказывание означает, что все они были на убеждении того, что они, значит, будут захватывать весь мир, и это была вот их какая-то некая идея, тогда, как объяснит нам кадыровская пропаганда, вот эти видеоролики, где Кадыров старший и Шамиль Басаев сидят вместе, рядом друг с другом, и Шамиль Басаев говорит, что мы возьмем и Москву, и Хабаровск, и никто нас на этом пути не остановит, кроме Аллаха, говорит Басаев, рядом с ним сидит Ахмат Кадыров, и не говорит, что это не наша идея, тормози. Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся Владивосток, захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца, и никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Получается, он все-таки не к оборонительному призывал, раз он сидел рядом с человеком, который угрожал взять Москву и Хабаровск. Это первый косяк. Второй момент. А что вы будете делать с Радуевым, Салманом Радуевым, которого вообще никак нельзя отнести к ваххабитам? Вот никак вы его туда не примажете. Но этот человек не просто говорил о завоевании всей России, всего мира, он сидел и выносил смертные приговоры Ельцину, он брал на себя всевозможные теракты, которые проводило ФСБ на территории России. Он брал их на себя. Куда вы его припишите? Ведь он не был ваххабитом. Давайте тогда поступим так же. Если высказывание у Дугова распространяется на всех так называемых ваххабитов, которых вы называете ваххабитами, это люди, которые тогда вышли из подчинения Масхадова и находились в Урусмартане. Вот так мы эту группу, мы о ней говорим, когда вы говорите ваххабиты. Если слова у Дугова распространяются на них на всех, то слова Басаева, когда рядом с ним сидит ваш спаситель Ахмат Кадыров, и высказывание Салмана Радуева, они распространяются на всех вас. И выходит тогда утверждение этого человека, который сказал, что Кадыров призывал к оборонительному джихаду, выходит, это утверждение рассыпается. Видите, если принимать ваши правила игры, они все равно оборачиваются против вас же самих. Удивительная, да, ситуация? Не везет вам в этой жизни. Продолжение следует...